Чемпион России среди любителей и среди профессионалов, финалист чемпионатов Европы и мира, одаренный хореограф, лауреат премии в сфере бального танца The World Dance Awards, судья WDC, Виктор Никовский. Ну и тема «Коммуникация мужчины и женщины в изменяющемся мире». Отдельная благодарность за то, что нашли время в своем безумном графике и подарили его нам, и в первую очередь, конечно же, мне, как организатору этого мероприятия. И для меня очень важная цена то, что вы сегодня здесь, как человек... У меня была вторая тема, вы помните, которую я вам писала, да? То есть как человек-легенда, как человек, создавший эпоху, как человек, создающий эпоху, как человек, создающий чемпионов, и для меня истинный творец. Для меня безумно ценно то, что вы сегодня здесь с нами. И хотелось бы, наверное... Это прекрасно, что вы не были в начале. Вот, поэтому как раз, наверное, к последнему вопросу Арсена сейчас мы с этого и начнем. Да, и для меня важно, как вы вообще... Да, то есть первый вопрос такой, как вы понимаете коммуникацию между мужчиной и женщиной в том танце, который мы хотим создать? И насколько этот мужчина обязан быть сильным, обязан быть лидером, либо он может быть ведомым с точки зрения, например, энергии, с точки зрения даже что-то создания от женщины идущие. Вот хочется вот в эту сторону с вами пообщаться. Добрый вечер всем. Я понял идею. Но смотри, значит, мы говорим о наших танцах, да? Сначала поговорим о мужчине и женщине. В общем, мужчина. Вот в твоем понятие, что это, кто это? Ну, кто это? Это человек. Человек, который наделен чем? Вот он отличается чем-то от женщины, помимо физиологических каких-то данных? Для меня нет. Нет. Потому что у каждого мужчины и у каждой женщины есть свой уникальный набор качеств, которыми он обладает. Да. Ну, а если представить сто лет назад такое, как бы тебе бы относились с таким вот выражением, с таким вот пониманием? Ну, так же, как и сейчас, в принципе. Ну, собственно, да? Ну, в любом случае идет такое развитие, да, у женщины в сторону мужчины, у мужчины в сторону женщины. Это же видно сейчас, да? Что мужчина сейчас становится более слабым ментально. Я не говорю про физику. Ментально. Чем женщина. Это видно не только в танцах, но и по жизни. И поэтому, когда мне говорят, что мужчина должен быть сильный на паркете, ну, физически, наверное, он может быть. И то, женщины сейчас тоже развиваются физически достаточно сильно. То есть, если посмотреть, как они в фитнесе работают, какие у них мышцы, не думаю, что некоторым мужчинам они могут уступить своей физической силе. А в ментальности, на мой взгляд, сейчас женщина чаще всего, чаще всего управляет сознанием мужчины. И если мы сейчас потихонечку переводим на наши танцы, то это практически почти везде. Я помню, когда вот развитие у нас было в те далекие времена, хотя не хотел сегодня воспоминаниями заниматься, но могу сказать, что совершенно согласен с Андреем, что без прошлого нет будущего, так же, как и в развитии вообще всего. Но раньше на тренировках были исключительные моменты, когда партнерша могла возразить партнер. И я не буду опять называть имен великих, с которыми в Англии приходилось практиковаться. Но вот если поверить мне, то я вам скажу, что женщина молчала всю тренировку. И когда потом я поговорил с этой женщиной и спросил, как же так вот получилось. По истечении многих-многих лет уже, уже никто из нас не танцевал, мы уже все педагоги, все встретились и говорили, я говорю, ну тяжело же тебе было. Я потому что видел, как вот ты терпела все, что вот надо было делать, делать молча, и не дай бог что-то сказать. Она говорит, я в этот момент думала о красивом платье, я в этот момент думала о том, что ценой всему этого будет мое чемпионство. То есть сказать, что она в данном случае была слаба, нельзя. Она просто шла другим путем. Мужчины в этот момент считают, что он крутой, что это он все делает. Но на самом деле все происходит наоборот. И когда мы говорим о коммуникации, мужчины и женщины в наше время, на мой взгляд, 80% успеха этих коммуникаций зависит от женщины. Потому что насколько она умна, и насколько она может найти подход к тому мужчине, с которым она танцует. И опять-таки, умная, она всегда видит цель. И она знает, как к ней прийти. Поэтому коммуникация вот... А мужчина понимает, что да, она ему позволяет выглядеть сильным. И его это устраивает. Но это опять-таки не для всех одинаково. Люди же все разные. Ментальность разная. Бывают мужчины, которые сейчас не позволяют. Бывают женщины, которые сейчас молчат. И на моем веку, вот как педагогическом, пар, которые понимали друг друга, ну вот по пальцам пересчитать. Которые могли не ругаться друг с другом во время тренировок. Обсуждать что-то. Но это крайне редко. И чаще всего это было... Кстати, во многих случаях это было еще и из-за очень такого хорошего интеллектуального ума мужчины. который понимал, что у него в руках такая вот может быть строптивая женщина. И он понимал, каким образом и как подойти к ней. То есть коммуникация это, грубо говоря, ну... возможность общения друг с другом с наименьшими конфликтами. То есть это коммуникация. Коммуникация, конечно, с конфликтами тоже коммуникация. Но она к результату-то не приводит. То есть цели, которые должны видеть и он, и она в танцах, они должны быть одни. Как только это происходит, ну, наверное, кто-то себе наступает на горло. Но делает так, чтобы вот это наступание работало на цель общей. И знаете, мне прям хочется делать... Ну, я люблю вот это собирать, да, некие акценты делать. И это круто, что уже по сути третий человек говорит о одной важной вещи. О том, почему... Вообще, не знаю. Может быть, в моем окружении так сложилось, но почему-то современные танцоры об этом забывают. Что должна быть общая цель. Да, при этом у каждого может быть еще и своя. Но вообще наличие цели просто крайне необходимо. И только тогда мы можем понимать, да, если, опять же, опираясь на то, что вы сказали, я могу заткнуться таким грубым языком и молчать, понимая, зачем. То есть эта цена моего молчания приведет меня к этому успеху. И я заранее понимаю, чего мне это стоит. И я иду на это. Либо я открываю свой рот и начинаю говорить. И тогда понимаю, например, что здесь коммуникация не случится. Да, правильно ли? Ну, как бы я так же сейчас слышала про то, что... Да, вот это вот важнейшее, что в коммуникации может объединить, наличие цели у каждого человека. Да, но видишь здесь... Цель – это такая вещь. Для одного цель и для другого может быть, ну, грубо говоря, признание со стороны судей. И одновременно, допустим, для одного из них развитие. Тоже, опять исходя из опыта, была очень замечательная пара. Успешная пара. Все было хорошо. И для нее путь развития, которым они шли, был недостаточно хорош. То есть успех был, а развития не было. Понимаешь? Я понимаю. Я что здесь речь идет. С одним из своих успешных партнерств, с партнером, с которым мы сегодня обсуждали мы уже, да, с Сашей, мы, в принципе, расстались на этой теме. Мы были успешной парой. Да, мне звонили многие педагоги. Но как раз та история, что вы сейчас говорите, что для меня путь развития был уже не тот. Мне хотелось совершенно другой истории. Да, другого вот этого развития. И можно сказать, что на тот момент коммуникация не случилась. Сейчас я тебя в тупик поставлю, потому что, в принципе, иногда, когда нам кажется, что мы идем, вот у нас успех есть, у нас есть результат. И мы считаем, что все равно мы хотим другого пути развития. Мы выбираем другой путь развития и теряем результат. Да. Вопрос, смотрите. Просто речь идет о том, что... Да, но только здесь, смотрите, если мы говорим все-таки, а что у меня в приоритете? А есть ли у меня в приоритете результат? А у меня, может быть, не быть в приоритете результата? И такое тоже имеет место быть. И это тоже, кстати, в современной тенденции, это то, что особенно бывает в возрасте юниоров и молодежи, когда дети танцуют не потому, что они хотят быть чемпионами, а потому, что им просто нравится танцевать. Они хотят развиваться. Да, и может быть, цель развития в танцах, не имея результата. В любом... Вот никогда не поверю, может быть, потому что я сам такой. Для меня все время было... Путь развития очень важный, но путь развития... Я даже с Рудом один раз поссорился так очень круто на эту тему, а еще будучи танцевав и приехав к нему на уроки. Вот. Для меня мой путь развития очень важен с точки зрения, если он дает результаты. А что для вас результат? Результат... Ну, вот я тебе сейчас приведу пример. Сейчас, интересно. Вот. Результат – это и признание судей, и признание аудитории. То есть вот это результат. Я не думаю, что люди, которых вот очень любили в стране, там, в нашей, там, в мире, которые танцевали на самом высоком уровне, и их безумно любили все. Одну пару только назову, Джейсон Гилкисон и Петро Робби, австралийцы, которые танцевали так, просто как боги. Вот танцевали. Но результата не было, потому что технический момент был. Они были в финалах Blackpool, все время в финалах мира, на шестых позициях. Они дошли своим путем развития. Но были ли они счастливы? Не знаю. Сейчас он точно, потому что Бёрден де Флор – это его детище, и он великолепный ему. И то есть вот тот путь развития, который ему шел, дал ему этот результат. Да, дал ему этот результат. А если бы он был чемпионом? На тот момент я с ним разговаривал после всех, и он говорил, я не знаю, что делать. Я уже делаю все. Я уже изучаю эту технику, хожу, беру уроки у английских педагогов, жил он там в Лондоне, да? Результата не было. На тот момент он был очень несчастлив тем результатом. Да? Вот. И поэтому я говорю, что... А, по поводу друга-то, да? Приехал к нему, и он мне говорит, а ты знаешь, Луи Иван Амстель разошелся. А он с Джулией Фраер тогда были просто красавчики. Первая пара. То есть ну, настолько на них смотреть было одно удовольствие. Чемпиона мира, все. Я говорю, что это вдруг разошелся? А вот он решил пойти... Ему просто нравится танцевать. А встал с неизвестной девчонкой, с очень некрасивой... Ну, не дай... Извините меня, конечно. Но физически, ну, вот лицо Кати Клэп, я не знаю, ты помнишь такую? Из Словении. Вот. И он мне говорит, вот он с ней встал не потому, что ему нужен результат, а потому, что он хочет развиваться просто. А я русский парень, плохо знающий английский. Я ему говорю, Рут, ты знаешь, я тебе не верю. Всем нужен результат. Он говорит, да ты что, ты не понимаешь ничего. Я говорю, знаешь, Рут, давай мы с тобой поговорим через полгода. Вот. Он так обиделся на меня. То есть, он не смог мне вот как бы донести свою мысль. Через полгода они разошлись, потому что результата не было. Они выходили на турнир, они развивались. Так я приехал, я еще им сказал, а что разошлись-то? Развитие не получилось. Вот. Потому что, любое развитие, оно должно чем-то быть подтверждено. Или оно идет в никуда. Хотя многие художники, да, стали знаменитые после того, как уже умерли. Тоже. Смотрите, но если опираться на это, ведь, если посмотреть чуть глубже, что является результатом труда танцора сегодня? Ну, опять-таки, уровень танцора надо тоже определить. Потому что, вот ты говоришь, там юниоры танцуют, потому что нравится. А вот у меня, опять-таки, по опыту, что многие юниоры танцуют, потому что нравится родителям. И потому что они хотят, чтобы они танцевали. А годам к 18 они не хотят танцевать вообще. Понимаешь? И для родителей в данный момент результат это признание судей. Это их места. Ну, а если мы будем, например, говорить с вами все-таки уже о любителях и профессионалах. И раз уж мы рассуждаем о танце будущего, классно, с коммуникацией к результатам. Это важная история и коммуникация в том числе. Что может являться результатом профессиональной карьеры в долгосрочной перспективе? Ты имеешь в виду после того, как закончится уже конкурсная... А вот, пожалуйста, у тебя пример сидит. Арсен. Да, и смотрите, я к тому, что, например, есть огромное количество специалистов, которые не были чемпионами, но стали прекраснейшими педагогами, не знаю, там, организаторами и имеют другой результат. Туда, чуть дальше, как вы, да, привели пример. Да, и это ведь тоже результат. Да, но на тот момент, когда они хотели другого результата, они не знали, что будет тот результат. Я сейчас к тому, что не все хотят результата сегодня, может быть, да, с точки зрения вот такого единичного, да, то есть я, нет, многие хотят, конечно, здесь сейчас быть чемпионами. Естественно, многие, но не все. А я вот как раз хочу вам сказать наоборот, что когда ты начинаешь с ними работать и идешь чуть глубже в психологию, очень часто этот результат навязан социумом, что тренеру нужен чемпион, что маме нужен чемпион, а огромное количество детей вот там не хочет быть чемпионом. И это есть другая сторона медали, почему-то про которую мы тоже забываем, что огромное количество танцоров не все хотят быть чемпионами и пока, может быть, не понимают зачем. И правильно вы говорите, что местами есть родители, которые хотят быть чемпионами, а дети иногда, блин, да им просто прикольно, им просто тусовочно находиться на этих сборах со взрослыми, вот сейчас у вас прекрасный Кэмпбелл, и есть дети, они в этот момент не думают, что они хотят быть чемпионом, им нравится эта атмосфера, им нравится танцевать, им нравится учиться. Я как с Рудом с тобой не согласен, все равно, но первое, ладно, ты же сказала, что мы берем профессионалов и любителей, мы уже детей не берем, про детей мы поговорили, вот, но мне кажется это неестественно, когда ты танцуешь в конкурсной программе, не ставить себе цель быть чемпионом, чемпионом города, чемпионом района, как у нас было раньше, бабушкинского района, чемпион в Доме пионеров, тоже цель, да, и когда я на первом конкурсе третье место занял, от меня ничего не ожидали, Татьяна Григорьевна Прозорова тогда всех поставила, вот так в Доме пионеров, всех, нас, это первый конкурс был, и так при всех говорит, ну от кого я вообще ничего не ожидала, это Никовский, поздравляю, хорошо было, то есть она не ожидала, но это, ну там детские танцы, потом я ей очень благодарен, то есть она мне очень благодарна, вот, но даже тогда я-то хотел результат, я пришел в Дом пионеров с девочкой какой-то, да, потому что там в классе парня не хватало еще дружка, я пришел сначала, и мне понравился педагог, красивый, симпатичный, просто вообще, как говорила, как вышла с лестницы сигарета в губах, понимаешь, это как сейчас, по-моему, Дом пионеров, вы можете себе представить, вот, сказать, с лестницы и разговаривать с нами, с детьми, но потом-то, как только вот я первый конкурс получил, так я на конкурс хотел результат, а после этого вот результат был самой большой мотивацией, да, плюс мне нравилось то, чем я занимаюсь, оно должно быть в совокупности, без совокупности оно не работает, вот, поэтому не согласен и профессиональный танцор занимает, нравится в профессиональном и любительском, но больше в профессиональном или уже в таком возрастном аматерском танцевании, оно уже получается осознанный кайф от процесса, с этим я соглашусь, от процесса, над которым ты работаешь и который тебе доставляет удовольствие, если у тебя вот что-то получилось такое, чего не получалось раньше. Это тоже результат? Конечно, 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 но мы о коммуникации или о результатах? Мы как-то... Мы говорили с вами о том, что для того, чтобы была коммуникация, должна быть цель, да, и в связи с тем, что должна быть цель, и мы пришли к тому, что в вашем понимании является самой главной целью результат. Нет, цели, я сказал, что цели бывают разные, я сказал, но мотивация, то есть развитие без результата, оно долго продолжаться, на мой взгляд, не может, потому что оно должно быть чем-то подтверждено. Получается, если посмотреть на танец будущего с вашего взгляда, потому что здесь они у нас немножко расходятся, танец будущего у пары может случиться коммуникация, когда есть все равно внутренняя мотивация обоих иметь этот результат. Подожди, вот сейчас мы уже про танец будущего, да? Конечно. А, ну, ты понимаешь, что вот путь развития, цель на развитие, да, вот если они идут одной целью не только к результату, но и к развитию, вернее, к цели результата через развитие, как практически большинство танцоров к этому и доходили. Прошлые, настоящие, то есть когда я хочу развиваться, я ищу. Если ваше вот видение на то, что вы ищете, сходится, или кто-то сказал, я пойду за ним или я пойду за ней, потому что я ему верю, прикольно, тогда вот этот совместный поиск чего-то нового или чего-то старого, которое уже все забыли, оно дает ощущение будущего. Понимаешь, то есть речь идет... То есть получается, я сейчас просто уточню, правильно ли я услышала и поняла, да, то, что не получилось интерпретировать ваши слова, а именно вот то, что вы имели в виду. Коммуникация возможна тогда, когда у пары есть общее видение, может быть, пути развития к какому-то результату. Да. И еще. Вы знаете, это не один на миллион, ведь, опять-таки, если брать время наше, да, время, вот мне повезло, я из семьи, в которой не было никогда денег, но были дома пионеры, где детей обучали всему бесплатно и прививали любовь к танцам. Сейчас, ну, таких домов пионеров нет, никто нас бесплатно обучать не будет, поэтому еще одна составляющая. То есть она получается коммерческая, да? То есть еще важно в коммуникации либо они вместе и зарабатывают вместе на одно дело, либо они раздельно, но имеют возможность на эту цель тратить вместе денег. У меня может быть много желания идти в развитие, и если я с партнершей или с партнером, ну, в таких отношениях дружеских, но он за меня платить не будет, тогда кто-то из них выбирает опять другой путь, другую партнершу. Причем он может выбрать партнершу с деньгами, а цели у нее могут быть другие. И опять ноль. Понимаете? То есть здесь, ну, да, это коммуникация, на мой взгляд, это самая-самая сложная вещь не только у нас в танцах по жизни, потому что коммуникируешь в жизни с людьми, с которыми тебе не хочешь коммуникировать, ты не хочешь. Ты абстрагируешься. Понимаете? А в танцах-то еще хуже, потому что в жизни я могу еще выбрать кого-то, с кем буду общаться, а в танцах я должен общаться только с тем, с кем я танцую. Как сейчас? У вас нет выбора со мной не общаться. Может быть, вам они не нравятся, да? А что делать? Пришел и приходится с ней общаться. Не, Вика, если бы мне не нравилось, я бы не пришел, ты же знаешь. Вот, поэтому настолько это все сложно, и вот сейчас подключают психологов, там вот это модно сейчас. У нас не было никаких психологов. Не было. Ну, поругались мы. Ну, ладно. Ну, разошлись. Встали с другой и пошли дальше. Но денег не было ни у кого, ни у того, ни у другого. Понимаете? Понимаете? То есть, конечно, сложняк. Сложняк. И чаще всего именно неправильная коммуникация друг с другом разваливает те пары, которые могли бы ну реально хорошие результаты иметь. И вот здесь включается педагог. Сможет ли он при этом не в соответствии друг другу двух людей попробовать соединить их и найти путь, при котором они смогут развиваться дальше. Вот это вот. И вот сразу здесь в этой теме вопрос. Педагог же сейчас играет роль психолога тоже, да? Конечно. Поэтому я хочу задать в этой теме вопрос, который, наверное, и ребятам, и даже специалистам многим будет интересен. Есть ли какие-то секретные, ну так красиво просто звучит, ингредиенты вот этой вот коммуникации, которая помогает выстраивать педагог, потому что, да, вы уже педагог, воспитавший не одно поколение топовых танцоров. Какие ключики? Я расскажу ключик от Татьяны Григорьевны. Я был такой маленький пацаненок, сейчас небольшой, но тогда был еще мельче. Вот. И мне нравилась партнер, с которой я танцую. А она меня гнобила и гнобила, гнобила и гнобила. Блин, прихожу к Татьяне Григорьевне, говорю, Татьяна Григорьевна, знаете, что, расставляйте, не буду я с ней больше танцевать. А тогда уже мы так неплохо имели результаты в разных бабушкинских районах города Москвы. Так вот, она говорит, это ведь группа сейчас. Иди на группу. Выхожу на группу. Она говорит, значит, так. Сегодня Никовский танцует вот с этой. А ты сегодня не танцуешь с ним. Все понятно? Все понятно. Я танцую, наслаждаюсь, все нормально. после того, как закончилась группа, ко мне прибежала девочка и сказала, давай будем опять с тобой танцевать. Понимаешь? И после этого все пошло нормально. Кто? Я? Нет. Педагог. то есть сыграла на таком чувстве, как ревность. Может быть, ей не хотелось. Но лучше пускай у меня, чем у кого-то другого. Все. То есть тут разные пути, но ко всем же все равно одного ключика не найдется. Правильно? Поэтому надо смотреть со стороны и вот так вот сказать, что есть какой-то универсальный способ. Ситуации разные. В этот момент возникает вопрос. Соответственно, в танце будущего какими компетенциями должен обладать педагог, чтобы помочь выстроить эту коммуникацию? И должен ли он помогать? Иногда лучше не помогать. Совершенно точно, потому что иногда, когда педагог влезает, он еще больше может разрушить. Иногда люди могут договориться лучше, оставить их на какой-то промежуток времени. И иногда договариваются сами, потом все идет нормально, хорошо. понимаешь, все равно педагог, каким бы он не был, психологом, или какой бы опыт он не имел, но если к тебе придет, человек скажет, да не могу я больше с ней не снять, не могу, она мне не нравится. Почему? Ну, вот она не растет в танцевании, или она там грубая, или там у нее еще что-то. И ты не можешь ему сказать, нет, ты будешь танцевать. Я здесь сразу хочу вот прям сказать, то есть педагог должен уметь слышать. Конечно, конечно. Если педагог не слышит, вот тут зашел разговор, я так понял, я услышал только вот во второй лекции о том, что там кто-то, и ты сказал тоже, за такой, знаешь, как сказать, педагог, который тиран, да, или педагог, который такой лояльный, какой? Да, так вот, я был чуть-чуть поагрессивнее, наверное, к танцорам, знаешь, когда еще сам танцевал, а клуб уже был. И тогда вот в силу своего у меня пикнуть, у меня один товарищ, знаменитый сейчас профессионал, на занятия, вдруг я приехал из этого самого, из Англии, и позанимался джайвом. Ну, естественно, начал давать как-то по-новому, механически. А он тут в ряду говорит, а что это мы пять лет вот это учили, а теперь это? это был пятый день сборов джаев. Я говорю, все, всем спасибо, до свидания, группа окончена. Все, джаева больше не было. До сих пор этот парень сейчас до сих пор вспоминает это, знаешь, и я вспоминаю, и я ему иногда на группе, ну, ну, чего? Он говорит, не-не-не, я лучше не буду. Но с возрастом и с опытом все равно становишься лояльнее и больше начинаешь понимать пары и больше начинаешь понимать, почему идут. Но проблемы опять, видишь? Помнишь вот это пословище, да? Дураки учатся на своих, а умные на чужих. Ну, вот умных еще практически нет. все все равно перекладывают на свой опыт, не хотят использовать опыт предыдущего поколения или еще чего-то. То есть я понял, что это бесполезно, но сколько раз мне тоже говорили, я в этом возрасте делал то же самое. Пока сам не обожжусь, конечно. Это как раз то, что имел в виду Андрей Вячеславович. Для того, чтобы использовать опыт предыдущих поколений, вообще нужно его знать. Нужно им интересоваться. Да, и это большая, серьезная работа для того, чтобы взять и переработать опыт предыдущих поколений своих учителей и уметь это внедрить. Хорошо, извини, перебил. Вот тебе еще один пример по поводу опыта. Маленькому своему сыну говорю каждый раз, когда он подходит с кастрюлей горячей воды, говорю, не надо обожжешься, не надо обожжешься. Обжегся, заплакал. Больше не подходит, но не потому, что я не говорю. Да, но здесь как психолог я вам скажу, очень хороший... Надо было обжечь самому, да? Нет. Ребенок должен приобрести этот опыт для того, чтобы знать, как в жизни ему, на что опираться и где можно опираться, а где нельзя опираться. Танцоры те же дети, они младше. Ты понимаешь, даже если вот сейчас танцор будет 35 лет, 30, да, у меня все равно есть от чего его оберечь. он не будет слушать, пока он... А нужно ли, смотрите, не нужно ли оберегать? Потому что ведь у каждого у нас свой путь. Иногда нам нужно куда-то провалиться, может быть, даже на самое дно, что нам было от чего оттолкнуться, и тогда появляется какой-то классный новый опыт. Он не всегда классный, естественно. Но ты знаешь, иногда это дно бывает последним. Понимаешь, если, допустим, вот ты говоришь с парами, если общаться, или говоришь, вот им отходят расставаться, ты понимаешь, что эта пара просто вот рождены друг для друга, да? И как бы ты ни говорил им, что вы рождены и не рождены, они сделают так, как они считают нужным. Почему? Потому что они должны получить свой опыт. Потом, когда они на это дно упадут, у меня же сколько было охрененных ребят, которые с этого дна не поднялись. Не поднялись не смогли уже. Понимаешь? И так я-то предупреждал. Я-то помогал, но бесполезно. Может ли быть здесь, например, как мы говорили, да, с Андреем Вячеславовичем до этого, команда, где есть специалист, намек такой, намек, где есть специалист, который может разобрать первопричину, почему они не могут найти эту коммуникацию или общую там мотивацию, да, потому что я, на мой взгляд, не всегда мы педагоги, да, и я в том числе, особенно там до какого-то периода, обладаем нужными компетенциями. Для этого иногда нам нужен специалист, психолог, может быть, там, коуч, может быть, еще кто-то, для того, чтобы найти не вот эту верхнюю эмоцию, что я пшшш, я не буду с ним танцевать, а разобраться, почему это произошло и откуда сам корень. И если разобраться с этим корнем, то тогда как раз коммуникация может случиться и пара останется. Я просто, да, опираясь, опять же, на свой танцевальный опыт, вспоминаю, когда мы расстались с Сашкой Березиным и была единственная Аня Безикова, которая позвонила и ее большой минус в тот момент, что она мне совершенно не в той форме это сказала. Она мне сказала, ты что, дура? У вас там такая пара, вообще... Я понимаю, сейчас опираясь, я, например, не жалею ни о чем, но если бы рядом был человек, который бы помог Саше с его заморочками и помог мне с моими заморочками, я думаю, что мы бы еще как минимум несколько лет танцевали и смогли бы создать очень большой успешный продукт. Но таких людей, например, рядом не было. И вот здесь как раз вопрос, нужны ли эти люди для того, чтобы выстраивать эту коммуникацию. Ну, на последний отвечу. Давай, и перейдем, да. Вот, я скажу так. Ну, на мой взгляд, для пар самым лучшим психологом может быть тот человек, который больше всего с ними находится. То есть, не хочу уже. Понимаете, Рут тоже психолог, да? Сколько он с ребятами пытался пытался и всем говорил, многим говорил, сидел и разговаривал сначала и пытался к ним вдушивались. Многие ревели просто. Он пытался найти какой-то ключик, заставить их от чего-то освободиться. ни один из тех ребят так и не освободился. Может быть, потому что это было два-три раза, не больше. То есть, оно должно было быть, может быть, больше. Вот. Ну, не знаю, к психологу, мне кажется, надо идти тогда, когда уже, ну, совсем плохо. Когда уже человек или педагог понимает, что парапсихологически уже, ну, сама не справляется и ты помочь уже ничем не можешь. Вот тогда, наверное, надо уже обращаться. Но поможет ли он наладить коммуникацию между этими двумя людьми? Не уверен. Как минимум, он поможет наладить коммуникацию с самим собой. Это то, к сожалению, из-за чего не случается очень часто коммуникация друг к другу. Потому что мы не можем найти коммуникацию с самим собой. Согласен. Давайте на этой прекрасной ноте мы прервемся и у нас есть вопросы. Вопрос у меня такой, Виктор Анатольевич. Он, может быть, не по теме, но я хочу услышать ответ. Готов отдать свою лекцию, чтобы вы сейчас ответили. Я не готов. Да, да, я абсолютно... То есть мы говорим, что у нас есть золотой век балета. Мы знаем, что это там 60-70-е годы. Мы знаем именно фамилии этих балетных. Потом все сошло на нет. Это не значит, что балет стал плохим каким-то. Он стал просто другим. Мы говорим про золотую веру в веру. Золотой век Голливуда. Мы говорим про Мерлин Монро, Марлен Дитрих. Вот прошло. Я абсолютно убежден, что был золотой век и в Байнах. Сейчас про латиноамериканскую программу. Это не значит, что до этих балетных или до Мерлин Монро, Марлен Дитрих не было каких-то гениальных актеров, но такого количества, как был в тот период или такого количества. Для меня, для меня, это мое субъективное мнение, золотой век был вот эти девяностые двухтысячные, когда в финале каждый второй... Это не значит, что до этого не было Эспина. Я все это прекрасно знаю. Но такой плеяды ярких людей в финале, когда каждого бери и ставь, это были, на мой взгляд, девяностые, с девяностого по двухтысячные годы. Вот эти Дони, Ханс, Брайан, Аллан, несмотря на то, что они не встречались, вы танцевали, вы представляли тогда Россию. Вот вопрос у меня такой. Вот мы говорим, что ушел золотой век, сейчас поменялся танец, стало все по-другому, и понятно, что сейчас куча... Я хочу просто о позитивной программе, не о негативной программе, покритиковать. Ой, я с удовольствием, каждый практикует, скажет, как все плохо, как все... Как вернуть или как не возвращать, что делать? Возможно, где-то стало просто по-другому, а что тогда будет? Ну, во-первых, по поводу золотого века, знаешь, что каждое поколение считает, что золотой век был у них. Это как у нас русский клуб, когда только первый был русский клуб, они считали, блин, вот это клубешник, круто. Потом приходит второе поколение, это уже взрослое. И вот, значит, те взрослые, которые первые, они говорят, ну что это, блин, вот мы-то тогда танцевали, а эти... Абсолютно. Так же и здесь, потому что, ну, в то время, когда тот же Лейр танцевал, когда Флетчера, когда Салберг танцевал, это было предыдущее поколение. Когда Сэмми еще там у них был, когда, понимаешь, когда Питер Максвелл с Флетчером бодались, это было... А, тогда-то было круто, потому что Флетчер-то, он брал таким напором, такой спортивностью, а Максвелл балетом, он тоже был... У меня все время Максвелл говорил такую вещь, потому что я ему очень благодарен за мое воспитание жизненное и танцевальное. И он мне всегда говорил, что развитие или чемпион будущего, допустим, каждый чемпион будущий, он всегда не похож на других. То есть он нашел что-то такое, чем отличается от всех остальных. Там, когда танцевал Лейр с Лоррейн, про них говорили, блин, что это за латиноамериканские танцы? Это же кабаре. Это никакого нет. Питер Максвелл стал чемпионом, говорили, блин, это же балет. Он же первый, кто выворотность принес в танцы. Его же ругали, что это за латино. До этого танцевали вот так. То есть когда пришел Луи Ван Амстель, это что? Это джаз. Это никакой. То есть любой чемпион Дони носитель латиноамериканский, но ярко выраженный. И он первый, кто обратился в Латинскую Америку, когда он с Рон Монтезом начал заниматься. А свинк пришел от кого? От Доника через Бадди Швимера. То есть они искали новых путей развития, будущего. Вот тогда Доник для того времени это было уже будущее. Сегодня, но сегодня правильно искать. Самое ужасное сегодня это быть похожим на всех остальных. Это сам. А у нас тренд. Вот если ты в тренде, то ты крут. Ну, я говорю в общем. В общем. Все пытаются на кого-то быть похожим и получить маломальский результат, но при этом забывают, что твоя индивидуальность, твое собственное развитие, свой собственный путь, они дают тебе путь к победе. Так. Дальше о чем я отвлекся сейчас на золотой век? Мужчина женщина. Извини. А чтобы вернуть это. Так вот. Оно вернется знаешь когда? Когда какой-нибудь Доник только уже не Доник начнет так танцевать как танцевали раньше. Но то есть должен быть идол на которого должны быть похожи хотят похожи все остальные. Понимаешь? Пока вот этого претендента нет, потому что когда Луишка был, все пытались быть похожи на него. Когда Доник был, все пытались похожи. Для них загадка, блин, круто, вот так вот я сделал как Доник. Ведь все ориентируются на своих чемпионов. и если найдется убедительный чемпион в той версии, которая была вот 40 лет назад, все вернется. Но уже немножко по-другому. То есть отношение к танцу поменяется, потому что танцы все равно это, на мой взгляд, химия. Больше химия. И уже все остальное, там физическое, там какое-то дополнительное занятие, растяжка, там это, они к этой химии прилагаться должны. Химия ушла, танца нет. Есть просто физическое действие. Вот надо искать эту химию. Спасибо большое. Спасибо.